Актуальное интервью. Представители власти и бизнесмены, актеры и спортсмены, художники и политики. Честно об актуальном на Радио России Псков. Здравствуйте, у микрофона Валерий Гусев. В период пандемии коронавируса продолжает работу, правда в особом режиме, многофункциональный центр региона. О работе учреждения поговорим сегодня с директором МФЦ Екатериной Ершовой. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день, Валерий. Расскажите, пожалуйста, об особенностях работы центра в этих непростых условиях пандемии. В первую очередь необходимо отметить, что период пандемии многофункциональный центр не приостанавливал свою деятельность. Мы продолжали работать каждый день, единственное, с некоторыми ограничительными мерами, которые были приняты. В первой неделе это коснулось продолжительности рабочего дня, был сокращен прием, но в связи с тем, что спрос с каждой недели возрастал, мы постепенно вошли в прежний график и восстановили полноценную работу часов многофункционального центра. Во вторую коснулось, конечно, количество окон приема. Связано это было в первую очередь с тем, что необходимость социального дистанцирования в полтора метра между людьми поставила нас перед решением такой задачи, как можно это обеспечить на площадке отдела приема заявителей с учетом того, что по некоторым услугам, как, например, регистрационные действия с недвижимостью, предусматривают наличие сразу при обращении за указанные услуги сразу несколько участников сделки. Поэтому пришлось пойти на ограничение именно количества заявителей, то есть того потока заявителей, которых мы можем принять в течение дня. Со временем мы смогли компенсировать данные утраты, скажем так, в нашей нагрузке. В первую очередь нам помогли, конечно, технические настройки работы окон для того, чтобы мы понимали, что можем максимально рассредоточить потоки заявителей в зале. Ну и при этом это повлекло за собой ряд неудобств, которые в первую очередь были связаны с тем, что нам пришлось перейти на прием исключительно по предварительной записи. Соответственно, не у всех граждан была такая возможность записаться предварительно, в нашем случае это было в электронном виде. Поэтому поступал ряд вопросов, которые мы пытались оперативно решать, в том числе открытием дежурного окна по выдаче талонов. Ну, в любом случае, следующая трудность, с которой мы столкнулись, это перегруженная горячая линия, на которую возросло количество обращений порядка в семь раз. Вопросы касались не только деятельности многофункционального центра, но и, в принципе, ограничительных мер, действующих на территории Псковской области. Соответственно, огромный блок вопросов поступал на тему социальных льгот, которые были предусмотрены на период пандемии, что, конечно, для наших заявителей стало таким неудобным инструментом-рочагом, по той причине, что не всегда была возможность к нам дозвониться, и не у всех была возможность предварительно записаться электронно. Но я думаю, что мы с этой задачей справились. Была налажена оперативная обратная связь в социальных сетях, на наших официальных ресурсах ВКонтакте, в Инстаграме. Официальная почта принимала заявления, много обращений поступало. Ну и, конечно же, дежурные специалисты на местах, которые, скажем так, выходили с отделов и напрямую общались с гражданами, дабы их вопросы были решены в срок. Я правильно понимаю, что те, кто не дружит с интернетом, могли записаться с помощью дежурного окна. Во всех ли филиалах эти окна существуют, дежурные? Знаете, необходимость дежурного окна возникла только в Пскове. Мы прекрасно понимаем, что у нас основной объем обращений граждан, услуг предоставляемых, львиная доля, приходится именно на город Псков. В других отделах там сам факт предварительной записи был не всегда оправдан, по той причине, что люди приходили, окно было свободное, и они уже через 10 минут могли попасть на прием к специалисту. Поэтому такая потребность, которую, конечно же, мы отслеживали напряжение, социальное напряжение, которое возникает, у нас появилось только в городе Пскове. По другим районам, в принципе, в рабочем режиме сотрудники справлялись оперативно тут же на местах осуществлять предварительную запись. Необходимо еще отметить, что электронная предварительная запись у нас, чем отличалась от другой электронной записи, которая осуществляется в другие ведомства, в основном посредством сайта и посредством личного кабинета госуслуги. Вот наше отличие заключается в том, что мы внедрили в декабре прошлого года мобильное приложение. Оно называется «Мои документы онлайн», и данное приложение буквально там занимает пару минут для скачивания, и заявитель может только посредством привязки к номеру телефона мобильного осуществить тут же бронирование талона. То есть сама процедура этой записи займет не более пару минут. Поэтому для нас вот это вот новшество, которое мы внедрили в декабре, да, и, соответственно, ну, скажем так, приучали граждан, что это очень удобный инструмент предварительно записаться, и прийти на прием в четко восстановленное время, что это значит, да, четко восстановленное время, чем электронный талон отличается от бумажного, тем, что заявитель, когда приходит в отдел приема заявителей, его номер электронного талона в установленное время или с небольшой погрешностью, если предыдущий заявитель, да, в окне задержался, сразу же загорается на экране. То есть ему нет необходимости комбинировать свои ожидания с людьми, которые пришли по живой очереди. Электронные талоны обладают ярким приоритетом. Поэтому с декабря месяца мы уже наших граждан, да, стали приучать к такому инструменту, поэтому уже на подходе в марте, да, когда случилась, началась пандемия, да, вот первые меры были приняты, скажем так, у нас уже существенный процент предварительной записи шел именно через это мобильное приложение, которое в сам период пандемии вирусным просто инфектом, да, между заявителем, как удобный инструмент разнеслось и, соответственно, стало для нас таким серьезным подспорьем именно для тех людей, у которых нет личных кабинетов на сайте госуслуги, у которых нет компьютеров, которые там пользуются только мобильным телефоном. Да и, в принципе, для остальных граждан сама процедура бронирования талона через приложение, да, мои документы онлайн, она намного проще, чем через сайт госуслуги, вот. Ну, еще раз обращаю внимание, да, почему было принято такое решение по внедрению мобильного приложения, привязанного именно к номеру телефона, да, потому что получался такой замкнутый круг. Для того, чтобы записаться к нам на прием, тебе нужен личный кабинет на сайте госуслуги. А если ты хочешь попасть к нам для того, чтобы создать личный кабинет на сайте госуслуги, то ты не можешь предварительно записаться. Вот именно по этой причине мы пошли на то, что создали дополнительный инструмент, рычаг, да, где люди без проблем, более в упрощенной форме могут к нам попасть на приемы. Причем хочу отметить, записать не только себя, да, любого своего родственника, любого близкого человека через это же мобильное приложение сразу же у себя в телефоне. Сколько сегодня предоставляет услуг многофункциональный центр Псковской области? Какие добавлены были в последнее время и какие наиболее популярны сегодня? Если взять период с октября прошлого года, да, и по сегодняшний день, то количество услуг, предоставляемых на площадке многофункционального центра, возросло с 86 до 123, то есть не буду сейчас подсчитывать, сколько в процентах, да, составил прирост, ну, я думаю, что на слух воспринимается, что это значительное увеличение количества услуг. Основной блок пришелся на услуги Комитета по социальной защите населения Псковской области. Мы с ними начали активно сотрудничать, начиная с января этого года. Ну, и скажем так, да, все, что не делается, все делается к лучшему. Мы не подозревали, да, что может возникнуть такая вот история с пандемией, но при этом даже к ней, вот с учетом того, что в марте месяце у нас уже было достаточное количество услуг соцзащиты внедрено, мы уже подошли подготовленными. То есть у нас уже было выстроено взаимоотношение непосредственно между нашими ведомствами, мы уже активно внедряли услуги, то есть темпы внедрения достигли до одной услуги в два дня, что достаточно продуктивно, да, для нас. И, соответственно, когда уже началась пандемия, и мы поняли, что надо внедрять еще дополнительные услуги, которые раньше мы не предусматривали, то мы были к этому готовы. Поэтому результатом, подходя, да, к вопросу тому, какие все-таки стали самые востребованные на период пандемии, конечно же, услуги по мерам социальной поддержки. У нас существенно изменилась структура заявителей, то есть если раньше мы понимали, что 70% заявителей составляют именно вопросы, с вопросами, да, приходят по регистрационным действиям с недвижимостью, то в период пандемии до 50% на данный момент составляют услуги именно по мерам социальной поддержки. Причем это услуги не только, государственные услуги не только Комитета по социальной защите, да, но и Пенсионного фонда России. Хочу, да, обратить внимание, наверное, еще раз заострить внимание, какие все-таки выплаты производились, да, в период пандемии, потому что, ну, в принципе, на них пришелся, да, основной объем. Это та работа, которую мы не планировали, с которой мы столкнулись в этот период. Вот первое, да, это выплаты Пенсионного фонда Российской Федерации, которые составляют 5000 рублей на детей до 3 лет семьям, получившим право на материнский капитал. Как мы помним, эта выплата появилась самая первая, да, еще в апреле, и мы буквально там в кратчайшие сроки приступили к ее исполнению. На данный момент Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 июня начнет выплаты, в том числе, как меры социальной поддержки, в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно, и на детей до 3 лет семьям, которые не получали право на материнский капитал. То есть практически это стопроцентный охват, да, всех детишек в нашей области. К этим выплатам мы приступим 25 мая. На данный момент мы прорабатываем вопросы с точки зрения нормативно-правовых, да, там отношений между нами и Пенсионного фонда. На данный момент оформить эти выплаты можно на сайте госуслуги.ру. Да, еще раз обращаю внимание тех, у кого нет технической возможности, после 25 мая мы начнем прием именно бумажных носителей. Это то, что касается выплат Пенсионного фонда, да, возвращаясь к выплатам Комитета по социальной защите населения, да, выплаты в размере были произведены, и на данный момент ведется прием документов на выплату в размере 5 тысяч рублей малоимущим семьям, обращая внимание, что эта выплата единоразовая. Прием документов ведется до 31 мая. То есть мы активно подключились к этому вопросу. Комитет передал нам такие полномочия, и, соответственно, уже там в кратчайшие сроки мы тоже начали осуществлять посильную для нас помощь, да, прием именно заявителей с документами, которые не могут отправить их в электронном виде, да, и есть необходимость их помочь передать на бумажных носителях. Также обращаю внимание, что мы ведем сейчас прием документов на выплаты детям от 3 до 7 лет малоимущим семьям. То есть на данный момент эта услуга тоже внедрена во всех отделах Псковской области. За ней можно обратиться, и тоже можно подать документы. Это, наверное, те услуги, которые мы не планировали, да, ну, скажем так, выплата от 3 до 7 лет, она предполагалась изначально, что мы начнем ее осуществлять, но пришлось, соответственно, ускорить сроки, да, по ее внедрению именно как меры поддержки. Очень актуальны были для населения именно прием документов на бумажных носителей. В принципе, это наша одна из основных функций, да, и задач, которые мы выполняем. При отсутствии у заявителя возможности подать документы непосредственно через сервис госуслуги, либо в ином электронном виде, да, мы для этого и созданы для того, чтобы принимать документы, заниматься формированием полноценного пакета, оказывать консультацию заявителя очно в нашем отделе. В этом году появились ли новые пункты, открылись ли они в муниципалитетах Псковской области многофункционального центра, и вообще есть ли потребность в новых окнах? Мы не открывали в этом году, ни в прошлом, ни в этом году мы не открывали новые отделы. Я бы назвала это не открытием, а переездом. То есть у нас функционировал отдел в городе Пскове в торговом центре «Акваполис» в подвальном помещении, и по ряду причин, в том числе с точки зрения организации труда, да, сотрудников, было принято решение, что мы этот отдел разобьем и откроем два новых отдела вместо него. То есть в «Акваполисе» было открыто три окна приема, мы его реорганизовали и открыли по два окна приема на юбилейной 36 и наркосовского 36-я. Там мы располагаемся непосредственно в самом отделе Сбербанка, филиале, да, филиале Сбербанка. Вот, почему Сбербанк преследовали цель совместить подачу документов с максимально комфортными условиями, возможностями, да, по оплате госпошлины, сразу же на площадке отделения. Поэтому открытий новых не происходило, да, в Пскове у нас был переезд, в Палкино у нас были проведены серьезные ремонтные работы в отделе приема заявителей, то есть там существенно были улучшены условия как и работников, так и оборудована зона ожидания для заявителей, подключена горячая вода, то есть решены такие многие нюансы, которые способствовали именно с точки зрения комфорта нахождения в отделе приема заявителей. Но открытий, да, в этом году не происходило. Открытие отдела у нас запланировано. Я надеюсь, что пандемия сейчас не сильно скажется, да, на наших планах, скажем так. Вот, поэтому в начале следующего года мы планируем открыть еще один полноценный отдел. Но надо понимать, что это будет происходить с переездом, то есть Рокоссовского и Юбилейного, да, 4 окна переедут в новый отдел, откроются там дополнительные окна, то есть мы немножко разрастемся, и это будет на завеличье, да, по помещению мы пока еще ведем работу, вроде как бы уже определились с нашим местом нахождения, но еще раз говорю, это будет реорганизация, то есть два маленьких отдела по два окна закроются, и откроется один более полноценный, предварительно где-то 8-10 окон, да, ожидается открытие на завеличье. Отличительная особенность того отдела, который планируется к открытию, что он не будет работать в таком расширенном графике, как работает наш центральный отдел Нобелинского. Напомню, да, что отдел Нобелинского в городе Пскове в октябре прошлого года, с 1 ноября точнее, перешел на увеличенную продолжительность рабочего дня, то есть до этого мы работали с 9 до 6, на данный момент мы работаем с понедельника по четверг с 8 утра до 8 часов вечера, пятница сокращенный день с 8 до 12 мы перенесли его с субботы, то есть раньше суббота была сокращенный день, но при этом субботу мы увеличили до полноценного рабочего дня, с 9 утра до 6 часов вечера. Так вот, особенность отдела, который откроется на завеличье, в том, что у него будет сокращенный режим рабочего дня, ну как сокращенный, с 9 до 6, да, то есть мы понимаем, что он не будет работать в таком расширенном формате, как отдел Нобелинского, и он будет работать исключительно по предварительной записи. На данный момент мы понимаем, что необходимости открытия как такового, да, дополнительных окон в Пскове, она отсутствует. У нас на сегодняшний день открыто 43 окна, это обеспечивает полноценный охват населения в Псковской области с точки зрения той емкости услуг, которые потребляет сообщество. Вот, но при этом мы понимаем, что с точки зрения доступности, да, и тех обращений, которые поступают от граждан, появление второй такой очной точки приема взаимодействия с заявителем, она необходима, ввиду того, что все-таки есть трудности с транспортным сообщением, да, там, с точки зрения того, что добираться с одного района в другой, тем более, когда это касается таких услуг, которые, в принципе, занимают пару минут, там, время заявителя. Поэтому это планы, ну, еще раз повторюсь, корректировки планов после окончания пандемии, и тогда мы уже точно сможем сказать какие-то более конкретные, наверное, месяца, да, на которые у нас запланировано данное мероприятие. В конце прошлого года, Екатерина Сергеевна, Вы озвучивали планы открыть бесплатное выездное обслуживание. Появилось ли оно? Да, на данный момент мы завершаем стадию технической доработки, то есть, соответственно, для того, чтобы специалист выехал обслужить на дом, есть ряд технических требований, в том числе и защищенный контур, да, который позволит нам, в принципе, соблюдать все меры, в том числе и по защите персональных данных. Мы сейчас пилотно не можем начать тестирование, да, по понятным причинам, не та ситуация, вот, но как только будут сняты ограничения, в принципе, к тому сроку мы понимаем точно, что специалисты, как только, ну, конечно же, мы про это озвучим, да, проанонсируем, про категорию граждан, которые подпадут под бесплатное выездное обслуживание, то есть то население, которое не должно тратить свои силы на посещение нашего отдела, что может быть связано с физиологическими ограничениями, либо возрастными, мы выйдем на дом. Но на данный момент, вы сами понимаете, да, категория 65+, она находится в зоне риска, поэтому сейчас мы этому населению стараемся донести, что все свои вопросы надо отложить, да, оформление каких-то бумаг, справок, тем более достаточно большой объем всякого рода вида выплат были определены автоматически, поэтому на данный момент мы держим это на паузе, но правовые основания, да, и техническая подготовка уже была проведена, поэтому у нас все для этого есть, ждем снятия ограничений и уже в ближайшее время, да, отчитаемся о том, что данная работа ведется. Екатерина Сергеевна, я благодарю вас за подробные комментарии и ответы на мои вопросы, спасибо. Вам спасибо, спасибо, что пригласили, всего доброго. Вы слушали программу «Актуальное интервью», у нас в гостях была директор многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова